Дорогие друзья, это Дмитрий, мы сегодня будем с ним общаться. Он меня привел на какую-то крышу. Но это потрясающая крыша. Я даже таких не видела здесь в Египте. Смотрите, какие у нас тут крыши. Смотрите, цветы, соседний дом. И мы вон там будем сидеть, да? Я думаю, мы сейчас подберем. Смотрите, сушилка. А здесь люди живут, да? У них это стиральная машинка. Стиральная машинка, ух ты! Ой, тут можно шашлыки делать, да? Класс! Вот такие крыши в Египте. Здесь можно жить, можно спать, правда же, да? Наверное. Главное от комаров спрятаться, а тут вот такой домик. Ну и что? Классно! Тут мы такую студию строим. С Дмитрием наша лампа. Дорогие друзья, всем привет из Египта. С вами Виктория, и сегодня наш гость Дмитрий. Если честно, я ничего о нем не знаю. Знаю только, что он прилетел сюда с Турции. Сам родился в Узбекистане, да? Но знаю точно, что он занимается очень интересным делом. Вот видите, чай мне сделал волшебный какой-то, да? Специально для меня, для Виктории. Да, с цветочками. Цветочками. Это нужно вот так делать, да? Можно и так поделать. Какой классный чай. Где ты такой чайник купил? В Турции. В Турции? Да, ты 5 лет жил в Турции, да? 4 года. Ну, 4 года, да. Так что сегодня нам Дмитрий расскажет немножечко о себе. Ну, давай, рассказывай. Слушай, а как ты вот в Египет попал? В Египет я как попал. Мы познакомились вот с Алексеем, у которого я... В Индалинайте, да? Да, у которого я живу в дельфинарии в Анталии. У меня был с другом, с тренером проект «Дельфина терапия». То есть мы помогали детям особенным. Особенным. Да. И как-то наткнулись на профиль Алексея. Он рилсы снимал. Я смотрю и говорю, блин, классный этот парень. И что-то мы... Ну, как-то я подписался на него, смотрел. Какие-то рилсы похожие мы сделали. Запустили рекламу. У нас еще классно было. И так сложилось, что в дельфинарии надоел. И у Алексея как раз-таки была игра, как говорит Бог, трансформационная игра, 15-минутная. Я такой думаю, ой, интересно. А я только начал свой духовный путь такой. И зашел в эту игру. И так мы с ним и познакомились, в общем. И созвонились потом еще раз. Он говорит, какие у тебя вообще планы, цели? Я говорю, я бы хотел... Вот у меня сейчас мечта сделать там 1 миллион пробужденных людей. И он такой, о, классно. А я хочу там тоже какие-то ретриты организовать, конференции организовать тоже на эту тему. И мы как-то нашли общие интересы. И он говорит, слушай, давай приезжай, увольняйся там, приезжай сюда, в Египет. И я такой думаю, слушай, ну а почему бы нет? Вот так я и приехал в Египет. А, потрясающе. Так, а ты сколько здесь прожил уже? Две недели. Две недели только? Да, я недавно приехал. А, и как вот, как впечатление от Египта? Ну вот такие самые первые натуральные. Ну... Самый свежак. Я спрашиваю это потому, что очень многие люди задают вопросы, как приехать в Египет, с чего начать и что здесь... Какие минусы вот в начале ты ощущал? Вот тяжело, что было в начале? Хоть начало и сейчас, но вот... Да. Ну тут, блин, с чего бы начать? Тут каждый человек же живет в разном измерении. То есть я приехал сюда, в одном измерении нахожусь. То есть я не вижу вот этого какого-то там мусора, пыли, мух. То есть я приехал и я представляю, что я в изобилии живу. То есть здесь все есть, все прекрасно. То есть важен настрой внутренний, да? Да, важен настрой внутренний. Это прямо очень важно. Вот, кстати, дорогие друзья, запишите себе это. Потому что некоторые... Это действительно так. Я тоже не замечаю ни грязи, ни мух. Ну, допустим, у моей бабушки в деревне тоже мухи были, и что? То есть внутренний настрой. И да, то, чем человек наполнен, то он как-то и... То он и транслирует. И транслирует, да. В этот мир то он транслирует. А как вот, с чего начать, чтобы наполниться? Вот, чем-то таким положительным, хорошим. Вот, скажем, сейчас смотрят зрители, какие-то там нарциссы, там злые люди, там, да? И вот они хотят поменяться. И вот с чего им начать? Начать, ну, это первое, наверное, самое важное, это работа над собой. Это делать какие-то разные практики, медитацию. Давай в следующий раз что-то приготовим, да, для... Вот если человек в гневе, как так быть, чтобы вот чик и но, хоп, пошла другая энергия? Ну, прям так чик, конечно, возможно, не получится сразу. Придется поработать над собой. Да. Фраза дня есть, я даже сейчас ее прочитаю. Потому что мы на телефон ставим фразу дня, чтобы всегда, когда берешь телефон, эта фраза дня была. Потому что фраза дня, она... Настрой. Да, как по мне, она прямо очень настраивает на весь день. И фраза дня звучит таким образом. То есть у нас каждый день разная фраза дня. Сегодня фраза звучит так. Сегодня я фокусируюсь на том, что хочу привнести в свою жизнь. То есть вот такая вот фраза. Сегодня я фокусируюсь на том, что хочу привнести в свою жизнь. Вот на чем мы фокусируемся, то мы и привносим в свою жизнь. Привносим, да? Да. Тут же особенная тишина, но утром, понимаешь? Да, утром тишина В Египте тихо только утром, кстати, дорогие друзья Если вы надумаете здесь жить, добро пожаловать Я внизу оставлю свои координаты И Дмитрий, а вы пишите нам, хотите на крышу, хотите куда угодно Да, я только буду рад пообщаться с новыми людьми Да? Так, на чем мы остановились? А, на фразе дня, да? Это нужно вот сказать и сконцентрироваться или как? Или что-то в этот момент выпить? Ну как, знаешь? Это нет какого-то такого ритуала Это просто ты проговариваешь И в течение дня проговариваешь, просматриваешь, визуализируешь А потом забыл Кто-то тебя разозлил, забыл Снова надо сказать, да? Не то, что это... Вот, я открыл телефон, я смотрю, о, сегодня я фокусируюсь Я вспоминаю, так, а на чем я фокусируюсь? И тем самым я убираю свои какие-то негативные мысли Я фокусируюсь же не на негативе Я хочу, чтобы у меня в жизни были какие-то положительные моменты, положительные эмоции Вот я на этом фокусируюсь Я забыл, я так раз, телефон взял Телефон мы же, ну, каждые пять минут берем Взял, посмотрел, о, действительно, я сегодня фокусируюсь Я так примерно там на секундочку раз Сфокусировался, поехали дальше Главная причина неудач в том, что мы не умеем фокусироваться, правда? То есть за день можно энергию расфукать на разные мысли Да, конечно, мы так и живем Так и живем Что-то я же... Да ничего страшного нету Тут просто, да, надо работать над собой Это тяжелый труд Тяжелый труд, да? Да, работать над собой тяжелый труд Ну да, это правда А давай я тебе задам такой вопрос А что тебя раздражает в людях? Так же не может быть, чтобы ты вот все принимал, понимаешь? Это же как-то оно... Раньше, да, конечно, меня что-то раздражало И сейчас просто, когда прочитал книгу «Радикальное прощение» Колин Типпинг Там было сказано, что все люди или там что-то вот меня раздражает, например, в человеке И я понимаю, что это есть во мне То есть человек просто отражает меня То есть этот человек отражает тебя, а других он тоже отражает или нет? Если, например, вот тебя раздражает, например, вот этот человек Меня этот человек не раздражает Значит, у меня нету какой-то такой, не знаю там То есть мы, получается, притягиваем жизнь учителей. Урок усвоен, учитель уходит, да? Да. У меня вот были прям 2-3 случая, связанные с дельфинарием, когда я ушел с первого дельфинария, потому что там был человек, девочка, которая прям триггерила меня. То есть я прям не мог все, не могу с ней работать, не могу с ней находиться. Я уходил, приходил. Объясни людям, как это триггерить. Ну, триггерит, когда там что-то бесит, например, в ней. То есть я смотрю и понимаю, что, блин, меня бесит она. То есть какие-то моменты так бесили. В характере, да? В поведении. Да, характер. И это есть во мне. Я вот ушел с первого дельфинария. Кстати, важный момент. То, что нас очень злит и раздражает, это есть в самом человеке, да? Да. Человек просто отражает и показывает тебе. Тем самым наша душа и его душа, они договариваются. То есть договариваются, например, моя душа говорит той душе, помоги мне понять, что во мне не так. И такими вот ситуациями просто наши души соединяются. И его душа для моей души учитель. Да ты что? То есть нужно по-любому как-то с людьми расходиться и прощаться хорошо. Как-то, да? Да, и поэтому благодарить просто. Благодарить. А если не получается договориться с человеком, ну вот, допустим, ты хочешь хорошо попрощаться, а человек, ну вот, он не дает тебе такой возможности, то как вот? Вот ты хочешь остаться с человеком, попрощаться хорошо, как это? Если ты хочешь, ты просто делаешь. Вот я понимаю. Сам. Просто осознанность, да? Да, просто осознанно принимаешь это. А ты знаешь, что вот есть очень много людей, которые блокируют. Вот, допустим, они блокируют, и они не дают возможности тебе высказаться, может быть, попрощаться, может быть, поблагодарить. То есть ты заблокирован? Это уже того человека урок. Да. То есть, а как вот, ну, хорошо, то есть получается просто мне человеку самой втихаря осознать все и отпустить, да? Тут надо по ощущениям действовать. Вот если у тебя внутри ты чувствуешь благодарность к этому человеку, тогда тут и прощаться-то не надо. Не за что прощать. Тут просто, слушай, я тебя благодарю, ты такой учительный. Не, ну а если человек нехороший прям, ну? Да нету нехороших людей. Он просто показал какие-то недоработки во мне, допустим, да? Показал, да, недоработки в тебе какие-то. Ну, это такая глубокая тема. Мы на эту глубокую тему, мы сделаем отдельное видео, потому что это очень интересно все. Ну, вам тоже интересно, я уверена, у меня подписчики классные люди. Даже если вы не классные, вот теперь вы знаете, что вы классные. Да. Слушай, подожди, у меня мысли улетело, я тебя так заслушалась. Ты, оказывается, еще тот сказочник, да? Так, я серьезно, я потеряла мысль в голове. Я что хотела спросить и потеряла. У Виктории в голове полно шикарных мыслей, и они рождаются, и улетают, снова рождаются, улетают, и уже вся хургада моих мыслей. Да, да, да. Давай знаешь что? У меня есть идея. Смотри, мы сейчас попрощаемся с моими подписчиками, а потом решим, что дальше делать, хорошо? Дорогие подписчики, в общем, в следующий раз мы встретимся тут же на крыше дома с Дмитрием. Он нам расскажет очень много всего интересного, очень много, прям, вы уже поняли, да? Это бесконечный рассказчик, еще хуже, чем я. Вот. Ну, а чтобы не потерять меня и, понятно, Дмитрия, всех остальных моих гостей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, и каждый из вас может быть спонсором моего канала, а почему бы и нет? Все, до скорых встреч, пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»